Поддержат финансово. Самарские промышленники могут воспользоваться льготными ставками по кредитованию от 1 и до 5 процентов, в зависимости от вида деятельности, наличия экспортного потенциала и вида приобретаемого оборудования. При этом получить из Федерального фонда развития промышленности можно от 5 и до 750 миллионов рублей на срок до 7 лет. Деньги поступают по двум программам поддержки. С помощью наших региональных программ именно по этим двум стандартам есть возможность снижения так называемого входного ценза, когда стоимость проекта и сумма займа, которая может быть предоставлена по льготным условиям, она снижается. То есть в рамках региональных программ можно получить заем от 20 миллионов. На помощь фонда не могут рассчитывать производители продуктов, напитков, табачных изделий и бизнесмены, трудящиеся в сфере полиграфии и смежных производств, а также производители нефтепродуктов и ядерного топлива. Обсудили на комиссии по урегулированию трудовых отношений и занятость подростков на летних каникулах. За счет городского бюджета планируют трудоустроить более 3000 человек. Работодатели уже готовы предоставить места. Подростки будут трудиться на заводе «Прогресс» в Зеленхозе, Поволжском колледже и в других местах. Речь на комиссии шла и о повышении квалификации и дальнейшем трудоустройстве людей предпенсионного возраста. Поддержку получат около 600 человек. Выбор специальностей большой, начиная от медиков, психологов, заканчивая юристами. Всего 30 профессий. Глава Самары Елена Лапушкина отметила, что реализация национальных проектов – приоритетное направление. Для администрации города исполнение реализации национальных проектов в настоящий момент является приоритетным направлением. По итогам 2019 года за нами было закреплено 10 национальных проектов, 53 целевых показателя. Мы практически со всеми с ними успешно справились. На комиссии обсудили и внедрение электронных трудовых книжек. Закон вступил в силу 1 января. Работодатель до 30 июня обязан уведомить о новшестве каждого сотрудника и получить заявление, в котором будет указано, перейдет ли работник на электронную трудовую или останется с бумажной. Елена Малютина, Максим Гусев. События.